Это Дмитрий, ему 23 года. Дмитрий очень любит читать книги по военной истории и с детства мечтал стать военным. Я очень много читаю, одну книгу за день спокойно могу почесть. Но осуществить свою мечту Дима не может по состоянию здоровья. Ещё в детстве врачи поставили мальчику тяжёлый диагноз – муковисцидоз. В Приморском крае, где Дима жил с мамой, тогда никто не знал, как это лечить. А диагноз я узнала, когда ему было два с половиной года. Я, конечно, не знала, что это такое на самом деле. Я пошла, в первую очередь, в библиотеку. Начала искать, что такое муковисцидоз. Я, конечно, была в ужасе. Муковисцидоз – это генетическое заболевание, которое поражает лёгкие и кишечник. До 18 лет были какие-то проблемы, но таких значений проблем у него не было. Он резко болел. Он в школу ходил сам. В принципе, как все нормальные дети, только делал ингаляции. Ингаляции было мало, но в связи с тем, что после 18 лет у него началось обострение, ингаляция, в принципе, уходит у него от трёх часов до пяти часов в день. В прошлом году Дима попал в реанимацию и едва не погиб. У него началась пневмония и сепсис. Парни эвакуировали специальным поездом из Уссурийска в Москву. И с 5 августа Дима находится в листе ожидания по трансплантации лёгких. Как лотерея, понимаете? На особый момент могут просто вызвать. Сегодня сейчас позвонить, скажи, собирайте вещи, и вы едете на трансплантацию, то есть мы сидим, ждём. Дима с мамой снимают квартиру недалеко от больницы. Маме приходится много работать, а Дима сидит дома совершенно один. Чтобы поддерживать его состояние, нужно много дорогостоящих медицинских аппаратов. Диме посоветовали обратиться в фонд «Дом с маяком». Сейчас Диме жизненно необходим откашливатель, который будет помогать выводить мокроту из лёгких. Я бы хотела, честно, чтобы он зовёт друзей. Почему? Могу объяснить. Все люди и все родители не вечны, понимаете? И в связи с тем, что у Димы нет никого, с Димой должна быть, ну, я хотела, чтобы у Димы всё-таки была семья. В первую очередь. И были друзья. Хотите помочь Дмитрию Ковальчуку? Отправьте в фонд «Дом с маяком» смс на номер 12-2-0 суммы пожертвования, например, «Маяк-500». И не забудьте ответить на смс-подтверждение, иначе ваша помощь не дойдёт.